Ханна Фрай Ханна Фрай Ханна Фрай Впрочем, на столь продвинутый уровень мы вышли позже. Сперва надо было освоить азы. Сейчас я не могу вспомнить, когда именно я написала свою первую программу, но точно знаю, что это была за программа. Ханна Фрай Впервые это упражнение предложил в своей знаменитой книге Брайан Керниган, еще в 70-х годах прошлого века, и с тех пор оно вошло в традицию. Эта книга и, следовательно, фраза указывает на переломный момент в истории компьютеров. Только что появились микропроцессоры, ознаменовавшие переход от прежних ЭВМ с перфокартами и перфолентами гигантских профессиональных машин к чему-то более похожему на привычные нам персональные компьютеры с монитором, клавиатурой и мигающим курсором. Как только мы научились обмениваться репликами с компьютером, на экране вспыхнуло приветствие «Hello World». Позже, в интервью журналу Forbes, Брайан Керниган рассказал, почему он выбрал именно эту фразу. В одном мультфильме он увидел сценку, где только что вылупившийся из яйца цыпленок пропищал «Hello World», и эти слова засели у него в голове. Не вполне ясно, что здесь должен символизировать цыпленок, энергичного юнца, радостно возвестившего о своем решительном старте в программировании, или сам компьютер, словно в полусне обрабатывавший таблицы и текстовые документы, и теперь получивший новый заряд бодрости, чтобы подключить свой разум к живому миру и приступить к выполнению приказов нового хозяина. Возможно, и то, и другое. Одно ясно, эти слова объединяют всех программистов и устанавливают контакт между человеком и запрограммированной машиной. Эта фраза нравится мне еще и по другой причине, в наши дни особенно веской и значимой. Поскольку наше будущее все больше зависит от компьютеров и компьютерных программ, дружеское приветствие напоминает нам о важности диалога человека и машины. В том моменте, когда между оператором и подконтрольной ему системой возникает неощутимая связь. Эти слова говорят о том, что мы начинаем налаживать партнерские отношения и пускаемся в совместное странствие по жизни, в котором друг без друга не обойтись. В эру компьютеров упускать из виду этот тезис нельзя. Введение Все, кто хоть раз в жизни посетил Джонс-Бич на Лонг-Эйленде, по пути к океану должны были проследовать под целой серией мостов. Предназначенные для съезда с автомагистрали и въезда на нее, эти мосты имеют одну удивительную особенность. Их элегантные арки очень низко нависают над машинами. Кое-где просвет между сводом и дорожным полотном меньше трех метров. Для столь странного конструкторского решения были основания. В 1920-х годах влиятельный нью-йоркский чиновник Роберт Мозес имел твердые намерения сохранить для богатых белых американцев свой новый, только что обустроенный, отмеченный наградами парк Джонс-Бич. Мозес понимал, что его целевая аудитория отправится к морю на личных автомобилях, в то время как темнокожая беднота, воспользуется автобусом. Поэтому он нарочно ограничил въезд, построив на протяжении всего шоссе сотни низеньких мостов, слишком низких для того, чтобы под ними прошел четырехметровый автобус. Но расистские мосты не единственные бездушные немые контролеры, способные тайно управлять людьми. История знает множество случаев, когда предметы и технические инновации обретали власть, которой им на самом деле никто не давал. Бывало, что конструкторы вынашивали какие-то недобрые планы и умышленно добавляли такие свойства. Но случался и простой недосмотр. Вспомните хотя бы о нехватке в городе удобных пандусов для инвалидных колясок. Последствия могли быть самыми неожиданными, как в случае с ткацкими станками девятнадцатого столетия. Эти машины создали для того, чтобы упростить производство тканей со сложным рисунком. А в итоге заработки, условия труда и занятость рабочих изменились так, что станки превратились в гораздо более жестоких эксплуататоров, чем любой капиталист в викторианской Англии. Не лучше обстоят дела и с современными изобретениями. Спросите жителей английского городка Скантерпа, которым крупнейший интернет-провайдер AOL заблокировал аккаунты потому, что название города не удовлетворяло новому фильтру ненормативной лексики. Или нигерийца по имени Чуквуэмека Афигба, обнаружившего, что автоматический диспенсер жидкого мыла не реагирует на темную кожу, хотя аккуратно выдает положенную порцию на подставленные руки его белого друга. Или Марка Цукерберга, которому в 2004 году, когда он писал код новой соцсети в Facebook в кампусе Гарвардского университета, и в голову не могло прийти, что его детище обвинят в содействии манипулированию выборами по всему миру. В основе каждого такого изобретения лежит тот или иной алгоритм. Ленты соцсетей и поисковики, спутниковая навигация, программа подбора музыки — все это и многое другое держится на алгоритмах, невидимых фрагментах кода, винтиках и шестеренках современных технологий. И в наши дни алгоритмы — это такая же неотъемлемая часть инфраструктуры, как и привычные мосты, дома и фабрики. Алгоритмы работают в больницах, залах судебных заседаний и автомобилях, они используются в полиции, супермаркетах и на киностудиях. Они знают, что мы любим и что ненавидим, диктуют нам, что смотреть, что читать и с кем встречаться. И при этом они обладают тайной властью, вынуждая нас из подволь почти незаметно для себя менять представление о том, что значит быть человеком. В этой книге мы откроем для себя самые разнообразные алгоритмы, которым мы все больше доверяем, хотя порой и безотчетно. Мы самым внимательным образом изучим их предназначения, посмотрим, какой еще властью они наделены и какие они ставят новые проблемы. Мы увидим, по каким алгоритмам полицейские решают, кого следует арестовать, и нам придется выбирать, что для нас дороже — защита жертв преступлений или невиновность обвиняемых. Мы узнаем, на какие алгоритмы опираются судьи при вынесении приговоров преступникам, и всерьез задумаемся о том, каким должно быть правосудие. Познакомимся с алгоритмами, которые управляют беспилотными автомобилями и заставляют нас внятно прописывать нравственные нормы, помогают медикам проверять диагнозы, влияют на наши чувства и несут в себе угрозу демократии. Я вовсе не утверждаю, что зло заложено в самих алгоритмах. На этих страницах вы найдете массу причин для оптимизма. Ни одна вещь и ни одна программа сами по себе не плохие, не хорошие. Важно, как их применяют. GPS придумали для наведения ядерных ракет, а теперь этой системой пользуются разносчики пиццы. Поп-музыка на бесконечном повторе стала орудием пытки, и даже самой прекрасной цветочной гирляндой при большом желании можно задушить человека. Чтобы составить мнение об алгоритме, необходимо разобраться во взаимоотношениях человека с компьютером. Каждый компьютер связан неразрывными узами со своими создателями и пользователями. В сущности, отсюда следует, что это книга о людях, о том, кто мы, куда мы движемся, что для нас важнее всего и как на все это влияют новые технологии, о наших отношениях с вездесущими алгоритмами, которые работают вместе с нами, повышают наши возможности, исправляют наши ошибки, решают наши проблемы и заодно создают нам новые. Эта книга о том, насколько вообще полезны для общества компьютерные программы, о том, когда стоит согласиться с верховенством машины в принятии решения, а когда лучше побороть в себе соблазн свалить ответственность на нее, о том, как проникнуть в тайны работы алгоритма и узнать, где заканчиваются его возможности, о том, что мы должны внимательно посмотреть на себя и разобраться в себе, о том, как отделить добро от зла и решить, в каком мире мы хотим жить, потому что будущее не приходит, само собой. Его создаем мы. Власть Гарри Каспаров прекрасно знал, как деморализовать противника. Когда ему было 34 года, его авторитет сильнейшего гроссмейстера планеты заставлял нервничать всех, кто встречался с ним за шахматной доской. Вдобавок, у него в арсенале был один особенно хитрый психологический прием, который наводил на соперников благоговейный ужас. В то время, как они мучительно пытались выстоять, вероятно, в самом трудном матче за всю их карьеру, русский шахматист будто бы невзначай брал свои наручные часы, лежавшие рядом с доской, и надевал их на запястье. Этот жест все понимали однозначно. Каспарову наскучило играть в игрушки. Часы показывали сопернику, что пора капитулировать. Можно, конечно, еще посопротивляться, но все равно победа останется за Каспаровым. Однако в мае 1997 года, во время исторического матча Гарри Каспарова и компьютера «Дип Блу», выяснилось, что на машину эти фокусы не действуют. Все знают, чем закончился поединок, но не всем известна любопытная предыстория уверенной победы компьютера. Символичный триумф машины над человеком со всех сторон, как ни посмотри, отметивший наступление эры алгоритмов, объяснился не только такой примитивной причиной, как точность расчетов. Для того, чтобы обыграть Каспарова, компьютер должен был понять, как мыслит не мощный процессор, способный совершать изящные шахматные ходы, а живой человек. Инженерам IBM пришла в голову гениальная идея создать впечатление, будто «Дип Блу», сомневается больше, чем на самом деле. В том знаменитом матче из шести партий компьютер периодически задумывался, иногда на несколько минут, прежде чем сделать уже рассчитанный ход. Его сопернику казалось, что машина испытывает какие-то трудности и пытается произвести новые вычисления. Получалось, будто бы Каспаров прав в своих предположениях. Он сумел провести игру так, чтобы компьютер запутался в море возможных вариантов и не смог выбрать верную комбинацию. Однако машина точно знала, что делать, и всего лишь тянуло время. Тактика жульническая, но эффективная. В первой же партии Каспаров стал гадать, на что способен компьютер, и это его отвлекало. Первую партию он выиграл, зато во второй Дип Блу уже целиком завладел его мыслями. Каспаров старался заманить машину в ловушку, чтобы она взяла некоторые фигуры, позволив ему через несколько ходов высвободить Ферзя и атаковать. И сам Каспаров, и наблюдавшие за игрой специалисты полагали, что Дип Блу попадется на удочку. Но компьютер каким-то образом учуял подвох. К вящему удивлению Каспарова он разгадал гроссмейстерский маневр и заблокировал его Ферзя, что лишило человека шансов на победу. Каспаров явно был шокирован. Ошибочное суждение о способностях компьютера стоило ему победы. Как он сказал в интервью через несколько дней после игры, в какой-то момент Дип Блу вдруг заиграл как бог. Много лет спустя, вспоминая свое тогдашнее состояние, он напишет, что ходы компьютера казались неожиданными, но очень сильными, и это была ошибка. Как бы там ни было, победил алгоритмический гений. Он угадал ход мыслей человека, увидел его слабые стороны, перехватил инициативу, и слишком уж человеческий гений потерпел поражение. Вторую партию обескураженный Каспаров сдал без борьбы за ничью. После этого его самоуверенность потихоньку улетучилась. Третья, четвертая и пятая партия закончились в ничью. К шестой Каспаров сломался. Итог матча — 3-1-2, 2-1-2 в пользу Дип Блу. Это был непонятный проигрыш. Каспаров запросто мог бы найти выход из любой сложившейся на доске позиции, но сначала недооценил возможности машины, а затем позволил ей запугать себя. «Игра Дип Блу произвела на меня колоссальное впечатление», — писал он в 2017 году об этом матче. «Я мог думать лишь о способностях компьютера, и от этого не сознавал, что мои проблемы вызваны скорее моей плохой игрой, нежели хорошей игрой машины». Как мы еще не раз увидим в этой книге, важно, чего мы ждем. Победа компьютера над знаменитым гроссмейстером показывает, что потенциал алгоритма не ограничивается содержанием строк программы. Чтобы оставаться у руля, мы должны понимать, где и в чем мы уязвимы, а также знать слабые места программы. Но если даже Гарри Каспаров не сумел справиться с этой задачей, на что остается надеяться нам, обычным людям? Далее мы увидим, как алгоритмы проникают буквально во все аспекты современной жизни, от здравоохранения и борьбы с преступностью до транспорта и политики. При этом мы умудряемся одновременно и относиться к ним с пренебрежением, и преклоняться перед их силой. В результате мы понятия не имеем, много ли власти мы им уступили, и как далеко все зашло.